информацию ли читаем плохие комментарии или читаем какой-нибудь там не очень хорошие смотрим не очень хороший контент допустим то после этого утром мы просыпаемся и начинаем вредничать у нас портится настроение но она даже не портится она проявляется потому что мы наше сознание работает как пылесос поэтому любая информация которой мы даже прикасаемся она не вербально воздействует на нас заставляя нас или снижая нам уровень восприятия как бы обучая нас быть вот такими людьми это связано с неким таким пониманием который называется в невербальное обучение большого большого количества слоев населения невербальное обучение человека как это происходит человек который допустим один человек попадает в абхазию и живет в абхазии очень длительное время и он разговаривает с абхазом не зная абхазского языка и или там грузии в грузию не знаю грузинского языка так вот первое время это человек будет идя моторно повторять или ломать свой русский язык и дорогой что такое дорогой то есть он будет вот таким образом кривляться после чего начнет туда вставлять вот такие слова и почему это невербальное влияние на человека это невербальное влияние мы его получаем постоянно виде ожогов то есть когда человек говорит а я просто посмотрю новости а там какашки жуки-пуки вреден и нехорошие злые и так далее вот это все она накапливается как бы записывается на подсознание и формирует ваши чувства то есть на следующий день вы были днем этого дня хорошими то есть ты моя ласточка ты моя золото потом начинайте смотреть это что-то сказал этот не дай бог это что-то сказал это там эти плохие постраду почитали комментарии сволочь и уроды там какашки тогда и пост я извиняюсь и ругать после этого после чего на следующий день у вас утром настроение выругаться кого-нибудь там построить там на детей накричать вы это все насобирали именно поэтому он говорит сатья не сатья как вот садгуру он говорит о том что да действительно необходимо относиться к жизни не так серьезно не так проникаться теми идеями которые есть вокруг нас вы понимаете не нужно верить всему что есть в окружающем мире не нужно верить и слышать и доверять любой информации не нужно проникаться я обычно даже говорю такие слова не можете изменить не касайтесь этого вот смотрите люди часто читают политику смотрят политические новости но вы-то их не можете поменять постсоветском пространстве люди не могут ничего изменить потому что вместо них это меняется просто руководителями их стран и конечно любые разговоры этих людей они бессмысленны то что люди страдают и говорят нас там чего-то нет так ничего и не будет никто ничего никому не должен ничем не обязан и как бы люди не там система по-другому устроена люди должны собираться но они не соберутся ну и так далее по что система противодействует этому и тогда ну и конечно же глядя на все это я могу сказать что люди в большинстве своем бесполезно тратят время занимаясь или обучая себя там политинформируя и так далее на самом деле они изменить это никак не могут ну и зачем так серьезно к этому относиться зачем так серьезного что нет серьезных дел отнеситесь серьезно к своему телу занимайтесь зарядкой приседайте дышите на воздухе гуляйте